гипотония или артериальная гипотония здравствуйте уважаемые зрители моего канала этим видео я продолжаю новую рубрику век живи век учесть и и вы найдете на моем канале в youtube и в соответствующем названию плейлисте канала в ней я буду давать ценные подсказки конкретные советы по разным проблемам здоровья нужные каждой семье каждому человеку рекомендации которые помогут всем нуждающимся рецепты которые будет возможно объяснить полно и при этом кратко но сегодня я расскажу вам что такое гипотония откуда она берется то есть каковы ее причины симптомы как и чем поднять низкое давление быстро эффективно и безопасно и так гипотония это полная противоположность гипертонии гипо это недостаток гипер это переизбыток бывает особенно с возрастом что у человека пол жизни была гипотония и потом она в раз переходит в гипертонию это связано с определенными проблемами причинами но причинах гипертонии я подробно и полно рассказывал в специальном выпуске смотрите обязательно этот выпуск проблема гипотонии в том числе и в том что при ней тоже наблюдается недостаточное снабжение кровью кислородом тканей как и при гипертонии вследствие того что кровь под более низким давлением нежели нормальным снабжает ткани клетки кислородом то есть снабжает ткани с дефицитом кислорода оттуда и головокружение слабости обмороки например при резком вставании с кровати кстати знаете и помните что при гипертонии ничего не болит как правило но сосуды разрушаются и cletки организма испытывают дефицит кислорода оттуда в основном и проблемы то есть последствия при гипотонии сосуды точно не разрушаются и не лопаются скажем как от геморрагического инсульта при гипертонии такого при гипотонии точно не произойдет но недостаток кислорода в тканях вполне может быть и это недопустимо Вообще гипотония имеет свои показатели, свои нормы измерений. Гипотония, которую люди считают за таковую, сама по себе, кстати, не опасна. То есть, не любое понижение давления есть уже гипотония. Давление в норме 120 на 80 или 110 на 70, лучше на 70, но это все знают. При измерении давления важно понимать, что систолическое давление, то есть, верхнее, это когда сердце сокращается. Диастолическое давление, это нижнее, когда сердце расслабляется. Давление диастолическое показывает, как сопротивляются почки давлению крови, то есть, как забиты фильтрующие мембраны почек, другими словами. Это важно знать. Пониженное считается, если верхнее давление менее 90 мм ртутного столба, а нижнее менее 60 мм ртутного столба. Вот тогда это действительно истинная гипотония. А просто низкое давление, это не так страшно. Кстати, те, у кого давление ниже нормы, живут дольше, чем те, у кого оно повышенное. Но если человек устал, придя с работы, если он не шахтер, конечно, из школы, с прогулки и так далее, то это значит, что этот человек или вы ведете неадекватный образ жизни в целом. И у вас есть проблемы, вполне конкретные проблемы с недостатком, например, питательных веществ, или имеются какие-то иные проблемы, которые надо искать и лечить. Упадка сил не может быть у здорового человека. Не ленитесь, ведите активный образ жизни, ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно, адекватно, пейте качественную воду. Смотрите мою лекцию по пищеварению, про синдром хронической усталости, у меня обязательно будет отдельное видео. Но пока и непременно посмотрите моё видео про сахарный диабет первого и второго типа. Итак, каковы же причины пониженного давления? А причины гипотонии часто могут быть связаны с работой щитовидной железы, то есть с дефицитом гормонов щитовидной железы. Это первое. Второе. Недостаточная работа, слабость сердечной мышцы, то есть нетренированное сердце, нужно его тренировать. Третье. При климаксе, при дисфункции яичников у женщины могут быть как раз такие состояния гипотонии. Четвёртое. Хроническое заболевание кишечника, то есть язвы или иные кровопотери. Пятое. Кровососущие паразиты в больших количествах, такие как, например, аскориды. Это смотрите мою лекцию по паразитам. Шестое. Кровопотери по иным причинам, то есть от большой потери крови, сознание отключается, поэтому как раз и проявляется таким образом. Седьмое. Нарушение регуляции сосудистого тонуса, то есть некорректное воздействие нервной системы на тонус сосудов. Затяжные депрессии, ну и подавленное настроение постоянное приводит к таким состояниям. Восьмое. При потреблении и передозировке таблеток, снижающих давление, кстати, в том числе ножпы, мало кто это знает. Девятое. Быстрое обезвоживание организма, то есть если вы пьёте мало воды. Ну и десятое. Это тотальный недостаток питательных веществ и энергии, которые вы получаете из пищи. Долгие голодания приводят к таким проблемам. Да, а то забуду, как обычно. Я настоятельно рекомендую вам подписаться на мой данный канал, кто ещё не подписался. И не забыть нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Очень важные видео. Ну а нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео. И не забудете посмотреть те, которые будут вам интересны. Поделитесь моими видео в соцсетях. Подпишитесь на мои сайты по здоровью и по продуктам. Ну если, конечно, вы сочтёте это нужным. Я рекомендую. Подытожим. Из чего складываются понятия и процессы контроля давления нашим организмом? Ну, во-первых, это сердечный выброс, то есть сила сердечных сокращений, сердечные мышцы. Это верхнее давление, как я уже говорил. И из тонуса сосудов, то есть их эластичности, чистоты и отсутствие атеросклеротических образований в сосудах. Каковы симптомы артериальной гипотонии? Чёткие, конкретные, самые частые. Ну, люди, имеющие гипотонию, жалуются, как правило, на слабость, шум в ушах, иногда потеют у них руки. Жалуются на окружение головы при резком подъёме со стула или с кровати, при приёме пищи. Врачи ставят часто диагноз вегетососудистая дистония или синдром хронической усталости. Что делать, если у вас гипотония? Как повысить давление? Вот я сейчас приведу самые лучшие и правильные рекомендации. Ну, во-первых, обязательно это тренировка сердечной мышцы. То есть, упражнения на разные группы мышц, причём и после еды. Утром, после пробуждения, когда систолическое давление ниже 60, нужно делать упражнения различные. Приседания, во-первых. Массажи мышц шеи, о чём я рассказывал в выпуске про гипертонию. Посмотрите обязательно. И делайте эти упражнения. Потом, второе. Повышение давления травами, такими как женьшень, золотой корень или утерокок и другими. Я их приведу подробно ниже. Третье. Соль тоже повышает давление с задержкой воды. Но это вредно, особенно тем, у кого больные почки. И в больших количествах соль потреблять не стоит. Четвёртое. Резко не вскакивать с постели, но постепенно вставать. Тестировать как бы себя на улучшение состояния. Кстати, это будет хорошим тестом в дальнейшем, когда вы будете понимать, что да, у вас проходит гипотония и давление у вас уже стабильно увеличивается. Пятое. Это контрастный душ, который стоит начинать делать с ног, постепенно увеличивая зоны закаливания, но до всего тела включительно. Обтирание кубиками льда, начиная с висков, тех же мышц шеи, лба. В бане очень, кстати, хороши будут. Вот если при гипертонии они нежелательны, особенно внутричерепном давлении, когда высокое, то при гипотонии очень хороши. После бани холодный душ. Прекрасно. Шестой пункт. Прогулки в лесу или парках у воды. Прекрасно. Постепенно можно делать легкие пробежки. Седьмое. Вода. Активная, водородная, с отрицательным ОВП, то есть со свободными электронами. Обязательно посмотрите мои видео по воде, хотя бы это. Восьмое. Питание. Оно должно быть желательно веганское, желательно, еще лучше, сыроедное. Свежие соки, овощные соки. Посмотрите, прочтите книги Норма Нокера по рекомендациям, по применению свежевыжатых соков. Рекомендую я особенно сок проростков пшеницы. Кстати, у нас есть таблетированный в вакуумных дегидраторах, сделанный, чтобы не делать самим сок, кому это лень, нет времени и так далее. Девятое. Это упражнение, чтобы поднять давление. Так вот, а что для этого надо сделать? Надо увеличить приток крови к сердцу и к мозгу. А это можно сделать, увеличив венозный возврат крови. То есть, что нужно сделать? Нужно просто лечь на кровать, поднять ноги выше головы, скажем, на несколько подушек положить. Лежа на кровати, диване, это можно легко сделать. Ну и делайте это упражнение, скажем, такое примитивное, лёгкое упражнение, утром и вечером по 5-10 минут. Можно и больше. Не пейте ни в коем случае кофе, дорогие друзья, для поднятия давления, как многие рекомендуют. Почему? Обязательно посмотрите моё видео по кофе. Вот это. Это очень важно, жизненно важно. Какие травы? Как я вам обещал, я сейчас о них расскажу. Не только травы, но и плоды поднимают давление. Ну, во-первых, плоды можжевельника, цветы пижмы, золотой корень, женьшень. Только женьшень без передозировок, аккуратно. И если только нету онкологии, тогда его можно принимать. Тысячелистник, татарник, полынь горькая, копытень, трава копытня, левзея, имбирь, разный чай. Чёрный можно, хотя, в принципе, кофеина там много и, так сказать, ну, в крайнем случае его. Хотя лучше зелёный, а ещё лучше иван-чай. Лимонник, зверобой, который, кстати, является очень хорошим антибактериальным средством. Элеутерокок, радиола розовая, трава дымлянка, айва, фихуа, семена мордовника, испанский дрог. Аралия манчжурская, кстати, прекрасное средство, ещё и тонизирующее очень хорошее. К тому же и укрепляет стынки сосудов. Лавровый лист, маточное пчелиное молочко, перга пчелиная, но только после еды пергу принимать. Перец чёрный. Все травы принимаются до еды. Запаривать 70-80 градусов в термосе на 30-40 минут и пить до еды по рекомендациям, которые несложно найти в книгах или в сети, ну, в плане дозировок. Ну, можно делать так. По одной столовой ложке смеси любой из двух-четырёх трав, перечисленных в равных пропорциях взятых, на 1-2 стакана воды. Плоды можно просто есть. Ягоды можжевельника просто жевать до 20 штук в день. Измерять давление надо, сидя на стуле, и найти для себя приемлемые травы, дозировки. Вы для себя можете найти травы легко, подбирая одни и другие, пробуя, замеряя давление. Эти вышеуказанные травы и плоды не стоит есть и принимать гипертоником, имейте это в виду. Ещё вот такие средства можно применять при пониженном давлении для его повышения. Например, корица плюс мёд. Это надо развести в тёплой воде. Примерно 1-2 чайную ложку порошка корицы и 1 столовую ложку мёда в тёплой воде. Мёд желательно взять бортьевой, дикий. Можно поднять давление тёплой водой с каменной солью. А можно под язык просто положить несколько кристалликов соли. Тоже хорошее действенное средство, если нужно срочно повысить давление. Массаж шеи и плечей будет очень полезен и очень важен и эффективен, помните об этом. Изменив своё питание на живое, употребляя активную, живую, структурированную воду, водородную воду с отрицательным ОВП, и занимаясь физическим трудом, упражнениями, обязательно давление будет подниматься, постепенно нормализуется и будет держаться в норме. Но норма может быть у каждого своя, в пределах крайних медицинских норм, конечно. Главное, чтобы физические силы были и энергии было достаточно при этом. Вот тогда это и есть ваше нормальное давление. В питании должны присутствовать все необходимые витамины, минералы, жирные кислоты, аминокислоты. И хорошо работать должен ЖКТ. Ну, в первую очередь, кишечник. Обязательно поджелудочная железа и, конечно, печень. Об этом и многом другом смотрите в моих лекциях по здоровью, на моем канале и в моем блоге. Ну что же, на этом я заканчиваю данный рассказ. Надеюсь на то, что данное видео было для вас весьма полезным. Тогда не поленитесь и отблагодарите меня взамен. Обязательно ставьте лайки, то есть пальчики вверх в данном видео. Поддержите меня и мой канал. То есть подпишитесь на мой канал и не забудьте, подписавшись, сразу нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления с моего канала о выходе, то есть публикации моего нового очередного важного видео. Тогда вы его не пропустите и простимулируете меня к скорейшему выпуску нового видео с ценной для вас информацией. Делитесь этим и другими моими видео в соцсетях, чтобы помогать другим людям. Крепкого вам здоровья и здравомысля, дорогие друзья. До новых встреч. С уважением к вам Фролов Юрий Андреевич.